собственно говоря сейчас попробуем узнать что сделай поднимемся здесь уклоном примерно вот такой я что значит попробую показать о том как себя ведет сивитек безобгонный муфта на спуске как то есть это себя показывает потому что многие если пытаются испытывать и она вообще катается в горах и достаточно у нас такие тоже уклоны такие сильные вот для многих очень важно этот горный тормоз ребят поэтому сейчас покажу как он себя ведет в действии что было понимание также соответственно покажу как вариатор себя ведет в плане торможения мотором потому что стандартный валик тоже вы имеете свойство торможение моторами у них есть обгонные муфты как раз за счет называемых солдатиков вот которые тормозят соответственно ведущий шкив и позволяет их скажем мотором осуществлять торможение двигателем что очень полезно реально для тех кто катается в горах у нас здесь не горы у нас здесь не красная площадь рома привет тебе вот собственно говоря буду потихонечку рассказе консия ведет здесь у нас такой некий полигон для мотокроссеров ребята здесь катаются отжигают на полные свои собственные мопеды вот можно наблюдать следы вот ну собственно говоря погнали так у нас сейчас 3 3 уровень и соответственно подвески я сделала пожестче на 4 перейдом и бур-бур вот собственно говоря как у нас подрыв происходит конечно гипаж глядь ничего могу сказать ну глядь прям вообще подрывает отлично вообще парик соответственно что у нас торможением происходит ну квадрик замедляет достаточно активно как в принципе на родном варике дальше давайте попробуем заехать в горочку и задам с нее скатиться а вот можем здесь это сделать чтобы понять как у нас собственно говоря торможение происходит двигатель потому что вещь очень важная для людей которые катаются в горной местности чем понижаю очко и вперед опуская газ ну собственно вот на что происходит нас нет обгонки у нас квадрик просто тупо скатывается то есть имейте ввиду об этом и если кто-то все-таки решил поставить свитек то обязательно важно чтобы был соответственно тормоз но в этой ситуации любом случае есть выход сейчас я его покажу движаем обратно собственно что мы делаем мы включаем опять пониженную передачу у нас чтобы рассказ как не катился мы просто включаем передачу держим чуть-чуть газа и на складок на аккуратненько спускается как на пониженной передач вот собственно и все и вот он прям едет едет и потихоньку скатывается уровень уклона вот можете видеть такие здесь примерно вот ну дальше что поедем реально подрыв очень хороший я прям говорю даже на повышенную прям хорошо тянется суетычный варик нет ударов короны очень важный момент потому что корона прям стучит по в совокупности вместе со всеми вещами такими как корона коробка поликарданы они издают звуки которых прыжка не очень скажем приятное вот но собственно говоря катаем дальше сделаем чуть помягче а так сейчас значит будем пробовать разгоняться и как потом тянет где-то примерно 40 километров в раздевали скорости конечно прям бегать хорошо прям нормально мне прям дает утра и для вот такого масштаба пока тут прям огонь прям тянет вообще шикарно очень, очень, очень повышенно очень много где-то проезжаешь, прям хорошо идет прям, блин, офигенно, офигенно офигенно просто, что могу сказать прям на повышенно, во многих местах идешь, прям хорошо тянет вот сейчас повышенная воткнута блин, в паре, конечно, зилы прям комфорт получаешь хорошую офигенский, просто офигенский, говорю, прям доставляет удовольствие прям хочется нажимать все сильнее и сильнее потому что тяга прям очень хорошая очень хорошая тяга примерно как-то так, ребят ну, больше остальное, короче, у всех каждого ну, вообще у каждого свое ощущение на этот момент потому что одному будет казаться не очень, другому будет оказаться офигенно но я говорю, опять-таки, я сравниваю вот, заем все со своей колокольни опять-таки, у меня литр стоит от 800-го, CVT они не сильно отличаются от 50-й, 800-й, ну просто был 800-й, взял 800-й ну, примерно как-то так, парни ну, можно было около 38-й, но не мало ну, чтобы яBoxinski